Во дворе многоэтажного дома Айдос разбил небольшой палисадник. Ещё несколько лет назад он посадил ягодные кусты и плодовые деревья. Собирать черешню всей семьёй для Айдоса стало доброй традицией. Однако в этом году пришлось забыть о сладких ягодах. Каждый день ухаживаем за садом, поливаем. Но в этом году у нас черешни не было. Не оказалось алматинских фруктов и овощей на прилавках магазинов и рынков. На полках красуются персики из Китая, арбузы из шу, виноград из Ташкента. По словам продавцов, местные садоводы практически не реализуют урожай. Оставляют скудные запасы себе. Торговцам приходится приобретать привезённые плоды по завышенной цене. И чтобы оправдать затраты, горожанам предлагают дары садов и огородов уже с двойной накруткой. В этом году у нас в Алмате очень мало фруктов, овощей. Не успевают поспеватели, нет урожая. Я не знаю, как в прошлом году было больше. И поэтому в связи с этим у нас в этом году все овощи в основном привозны. По словам биологов, на неурожай повлияли капризные погодные условия. Дожди и ветры, сменявшиеся жарой, попросту не дают поспеть овощам и фруктам. К примеру, черешня и абрикос начинают цвести слишком рано. И, как правило, страдают от снижения температуры. Добивают ослабевшие деревья и вредные насекомые. Климатическими условиями, потому что весна была очень влажная, дождливая, затяжной. Так что горожанам придётся довольствоваться привозными фруктами и ягодами. А семья Баймухановых ждёт следующего лета с надеждой, что дети снова смогут полакомиться собственноручно выращенной черешней.